Народная солянка Очень интересные и требующие Логики И мышления И в прошлой части я как бы Это вам Доказал Ну ладно, самое страшное Ну как самое страшное На данный момент самое страшное позади Ну впереди еще конечно будет Похлеще моменты, но Пока что можно выдохнуть Вот так вот Ну что ж, теперь давайте расскажем Сахару О том, что произошло Кстати говоря, с Кругловым у нас тоже есть Некоторые моментчики Точнее разговор Ну вот тут у нас Благодарит Спасибо, выбраться из лаборатории В бумагах призрака мелькнуло что-то О необозначенной дороге А вы парень глазастый, верно Было, но как говорится Баш на баш, мы тут проводим эксперимент С редкими артефактами Для продолжения необходим такой артефакт Как бусы бабки Бюрера Наверняка вы слышали о таком Принесете Покажу вам дорогу Ну что ж, попробую найти Я к Монолиту иду Так что извините Так, добрый день Принес я бабки Бюрера Ну давайте, давайте посмотрим Держите Да, но самое спасибо Смотрите Покажу на карте Вот здесь Возле бывшего неагропром Есть незаметная тропинка Которая ведет прямо сюда Видите? Но, к сожалению, обратной дороги Мы пока не знаем Есть сведения, что у военных На агропроме были документы В которых описывалась эта дорога Но кейс с документами был похищен Похищен, точнее Может возьметесь? Говорите на агропроме Ну да, в принципе недалеко Обратная дорога вам уже известна Ну хорошо, найду Вот и отлично Буду ждать Так, я по поводу задания Принести уникальный костюм Вон, забирайте Так, доктор, здравствуйте Я принес, что вы просили О, вы нашли его Какая удача Я очень благодарю вам, меченый Вот, возьмите вам это за труды И дал нам морской еж Отлично Доктор, я хотел спросить В ПДА была запись про клыка Из группы Стрелка Может вы что-нибудь знаете В его смерти Если честно Я почти ничего Спросить у Воронина Незадолго до того Как призрак Миссис Васильев Отправились в подземелье Лаборатория Он рассказывал, что у них Были какие-то дела общие Возможно, Воронин Вам скажет больше Вот так вот Профессор, я с самой первой минуты Хотел вас спросить Но вы завалили меня Массой поручений Пока пауза Все же спрошу Мне нужно знать время Когда прилетит вертолет один А, странно Откуда вы об этом узнали? Или мы говорим Про разные вещи? Возможно и про разные Мне нужен вертолет военных И они говорят Продают хороший ствол Так-с И все же мы говорим Об одном и том же вертолете К счастью Я не посредник в этом деле Вам легче пообщаться Непосредственно с военными Скажу одно Вертолет должен Через пару минут Прилететь со стороны комплекса Только что получил сообщение От военных Вот спасибо Пойду посмотрю Надеюсь, что не все военные дебилы Стрелять без предупреждения Во все, что движется Так, я тут слышу У вас какие-то капсулы Эмбрионы Да, мечены Есть капсулы аномалий Эмбрионы монстров Они нам нужны Для наших исследований Я думаю Вы сможете нам помочь Нам нужны Все капсулы аномалий По три штуки Все эмбрионы монстров Эмбрионы нужны Только те Которые найдете в зоне Те, которые вы сделаете Сами нам не нужны Да И принесите, пожалуйста Безуаров Штук пять У нас закончились А взамен Я вам дам Редкий полезный артефакт Хорошо, профессор Я сделаю, что вы Простите И еще С Кругловым надо На самом деле поговорить Ну Тут вертолет уже на подходе Поэтому Тут уже ждать некогда Так, где он тут? Вот он Вертолет военных Самое главное условие Не доставать Ни в коем случае оружие Если вы его достанете Торговец В этом вертолете Который военный Будет К вам Недоброжелатель А вот и у Майор Батя Ну что, батяне Давай поговорим Привет, сталкер Он действительно есть Но не на продаже Недавно привезли Для вертолета Предназначавшаяся Для местного профессора Но если ты не в курсе Вертолет сбили наемники На дикой территории Так что Слов пока Никуда не устанавливать Точнее Некуда Можешь его забрать Он у Сахарова Но отработаешь За него По полной Вот Вот он подвох Военные Ничего просто так Не дадут Просто так И мама родная Ничего не даст Дело несложное Однако Нам самим Безмасштабные операции Его не осилить А вертолеты И люди Сейчас на вес золота Свободных нет Пойдешь к Сахарову Он сделал для нас Приборчик Типа детектора Этот детектор Может обнаружить В радиусе Десяти метров Ищицу Одну Нужную для нас И подать Звуковой сигнал Эта вещь С подбитого вертолета Тот Что я с ученым У пилота Была четкая инструкция Сбросить ее При аварии И он это сделал Тебе придется Полазить по территории С детектором И найти эту вещь Далее Все просто Отнесешь ее Профессору И получишь Свой мини-гаг Ну что же Поищу Все лучше Чем убивать Как-то он Опасно Пролетел Над этим забором Я думаю Сейчас вырежется И будет Кердик Ну ладно Вроде Пока что Все нормально Здравствуйте Молодой человек Профессор Это снова я Мне нужен детектор Который вы сделали Для военных Мне придется Идти с ним На дикую территорию И разыскать Нужную вещь Принести ее вам И забрать мини-ган Кстати Вы не знаете Что это за вещь Ведь вы как-то Настраивали Свой прибор Странно Я думаю Вы с военными Не особо ладите Да Детектор я сделал Но Именно искать Но что именно искать Я не знаю У нас Туроим всего лишь На сплав пластика Его не обязательно Вешать на пояс Он подаст вам Сигнал из рюкзака А чтобы вы не перепутали Сигнал с сигналом Детектора аномалии Еще придет и сообщение На ваш ПДА А этот Большой тяжелый пулемет Или как там его Вот действительно у меня Вот держите детектор Единственное что я смогу вам подсказать Вероятно Та вещь которую будете искать Находится не так далеко От павшего вертолета Если ее уже Кто-нибудь не нашел Раньше вас Хотя это может быть Где угодно Кстати Этот майор С которым вы говорили Помогает нам немного Так что Вы уж постарайтесь Отыскать его Что ему нужно Ну что же Спасибо Пойду на поиски И дал нам Спецдетектор Давайте посмотрим Что он нам дал Так Костюмчик имеется Морской еж Спецдетектор Детектор Сахарова Определяет И подает сигнал При наличии В радиусе 10 метров Пластмассы Вот так вот Ну что ж Костюмчик положу Пожалуй сюда Еще давайте С Кругловым поговорим Привет Меченый Ты там в лаборатории Декодера не видел А что за декодер Сахаров призраку Давал новой модели Транс-декодера С функцией Триангуляции Возмущающего Воздействие Переменно-волнового Градиента Пси-воздействия Че В общем Коробочка маленькая С цифрами Когда призрак Последний раз На связь выходил Он сказал Что находится Возле главного Пульта отключения Посмотри там Если принесешь Поделюсь с тобой Рецептом преобразования Грави в золотую рыбку Ты что сдурел Там же зомби дофига Ладно прогуляюсь Там вроде Чисто сейчас Ты чего такой задумчивый Слушай Меченый Такое дело Ты ведь труп Там в лабе нашел Говоришь Это тело призрака Что-то я сомневаюсь Что призрак мог За так погибнуть Не верю я Что такой профессионал Как призрак Не справился с контролером Скажу тебе Одну вещь Про которую мало кто знает Сюда к нам призрак Пришел не один С собой он привел Отмычку Так вот эта отмычка Внешне Очень напоминала Самого призрака Мы то и дело Их путали Ты ведь вряд ли Помнишь Как точно выглядел Призрак Ну так и я Про то же Ну скажи Мог же ты ошибиться В принципе мог Ну хотя внешне Очень похож Черт тебе дери На что ты намекаешь Так вот Перед самым походом Васильева и призрака В лабораторию Мы вечерком Распили бутылочку Другую Ну и разговорили Само собой Про зону Про монолит Ну призрак Про себя немного Рассказал Хотя надо сказать Разговаривать Его это что-то Все больше молчит И глазами своими Как у хищника По сторонам Как будто ждет Чего Ну в общем Сказал он Что на всех членов Группировки Точнее группы стрелка Идет охота Что на него Уже не раз покушались И вот отчасти Поэтому он И пришел сюда на янтарь Все таки глушь Сюда мало кто добирается Кому охота на группу Зомби Или снорков нарваться Или не дай бог Мозговыжигатель Мозги прочистит Сам зомбаком станешь Так вот Обдумывая его слова Я задался вопросом Зачем призраку отмычка Он же в зоне Знает лучше всех У него такое Чутье на аномалии Мне кажется Он с закрытыми глазами Где угодно пройдет Я спрашивал у призрака Они братья ли они На что он сказал мне Что они недавно Только познакомились в баре Знаешь что я думаю Он хотел сделать так Чтобы все подумали Что он мертв И там лежит не сам призрак А его отмычка Зато теперь все думают Что он мертв И где-то А он где-то прячется Но я даже не знаю Может ты и прав Есть идея Где бы он мог спрятаться Послушай меченый Он мне тут координаты С его схрона На агропроме На ПДА скинул Говорил что если вдруг Обратно не выбрится Из лабы Так чтобы добро Зря не пропадало Меченый Сходи посмотри Может найдешь что нибудь Может Найдешь его Конечно если он живой Говоришь на агропроме Ну давай схожу Может и выгорит что нибудь Вот так вот Ну что ж Теперь отправляюсь На дикую территорию Нужно там Тайник коллекционера найти И заодно Одно дельце выполнить Ну что ж Я уже на дикой территории Я даже не знаю С чего начать Нам тут нужно найти Видеокассету И тайник коллекционера Ну что ж Давайте наверное Начну с тайника Как нам его достать Нам нужно забраться Там где любят Заседать снайперы Из группировки Наемники Потом нужно запрыгнуть Вот как нибудь Вот сюда Ну а дальше все В принципе Просто Вот до этого момента Здесь надо Аккуратно Вот все С первого раза получилось Все Запрыгнул Отлично Вот он тайник Тут снайперские патроны Листок блокнота На следующий тайник Снежок И граната Снежок Стадо Ой стадо Старо как мир Пойду Получше Что нибудь Нароем На дикой территории Ну что ж А вот здесь придется Опять таки Все это дело Поискать Опа Все до собачки Нарисовались А у меня Патронов нет Ладно Я думаю С псевдо собакой Там разберутся А теперь Давайте покажу Где у нас Находится Видеокассета Кстати Там еще Собачка Бегает И на аномалию Напоролась А не оживающая Так Так Чтобы не мешалось Прибил Так Кто что там Вы Находитесь В зоне Содержащей Специфическую Пластмассу А вот и Видеокассета Ну что ж Видеокассету Нашел Первый тайник Ну по моему Уже не первый Тайник Кстати говоря Уже второй Вроде бы Тайник на дикой территории И теперь Давайте найду Еще один тайник А теперь Давайте вам покажу Второй Тайник Коллекционера На дикой территории Как нам его достать Нужно Запрыгнуть На вот это вот Деревце Интересное Потом на большое Дерево В этой большой Веточке Забраться Потом Куда тут Надо Ладно Давайте С вами Поможем А Не успели Ладно Продолжаем Поиск Так Запрыгиваем На вот Эту Веточку Потом На дерево Это Мольшое Потом Сюда Вот Теперь Теперь На крышу И нужно Именно Перепрыгнуть Сюда И вот Он Тайник И тут Мы видим Кольт Патрона К нему Артефакт Вертушка И листок Блокнота Ну что ж Забираем Это все И идем Дальше По квестам Ну что ж Я уже в баре И давайте Отдадим документы Бармену И возьмем Следующее Задание Ну что Меченый Значит Так Все Ну вот В принципе И все Тут В принципе В принципе В принципе Диалог Стандартный Говорить И слушать Тут особо Нечего Все С оригинала Сохранилось Поэтому Идем Дальше Так Все таки Ладно Решил вам Показать Это задание Интересное Хотя Чтоб вы знали Я просто вам Покажу И почитаю Так Захар Чего грустно Есть проблемы Тут проблема Нарисовалась До недавнего времени Мы раз в неделю Отсылали артефакты Ученым Через росток Да вот Недавно Там группа Наемников Обознавалась Две группы Уже потеряли И боюсь Если их не выгнать Оттуда Еще потеряем Меченый Ты не мог бы Помочь Захар Это ваши проблемы Меня то зачем Втягиваете Меченый Ну ты же знаешь Наши ребята Бойцы не ахти Какие Поесть Если мы сами Возьмемся Прогонять Слишком много Своих положим А у нас тут Еще непонятки Со мстителями Каждый ствол На счету Я тут к Воронину Ходил Просил разобраться Но этот Гад Как всегда Ответил Типа Не могу Все квады Заняты На ответственных Участках Послал меня Обратно Образно говоря Выручи Брат И я Тебе же Самому Кученым Более-менее Свободный Путь Нужен Ну ладно Захар Дело Нужное Помогу Только Не ной Не ной Захар Все будет Хорошо Что без засечек Да Что без засечек Так товарищ А ты меня пропускать Не собираешь Ну ладно Ну что ж Теперь давайте Встретимся Тогда уже с вами На дикой территории Пришлепнем Наемничков Покажу Что к чему А Сдавать задания Наверное Уже буду Без вас Так сказать Ну что ж Я уже На дикой территории Как можно заметить Нас уже Встречают Фига В этом Полите Обалдеть Что ли Так Они еще Обходят Надо Путь Осторожнее Так Головой Там своей Бестолковой Блин Качает Так Не может быть Такого Или может Ладно Все Ну вот В принципе И выполнил Такое Довольно Такие Скучное Быстрое И простенькое Задание Теперь Давайте Возвращаться К Захару И Докладывать О выполнении Как Как дела Охотники Захар Привет Могу Обрадовать Тебя Проход Свободен Сам Знаешь Пуля Незговорчивых Уговорит Сделал Ух Молодчина Наконец-то Мы сможем Наладить Свят С учеными Напрямую А то Через Агропром Гораздо Дольше Неудобнее Захар Не мне Тебе Советовать Конечно Но ты Какой Никакой Форпост На заводе Росток Организовал Б Мало Ли Опять Вернуться На Совет Дельный Думаю Точнее Подумаю Вот Держу Награду Отлично Захар Ну Что Без Засечек Ну Что Ж Теперь Отправляюсь На Завод Янтарь Отправлюсь Я с помощью Телепорта Которую Мы Заслужили И Пожалуй Сейчас Мы Туда Отправимся Так Ну С Кругловым Нам пока Что Нечем Говорить А Он Сахар Есть Чем Профессор Нашел Я Эту Штуковину Ваш Прибор Реально Помог Забирайте И то И другое Надеюсь Вы знаете Что с этим Делать А мне Нужен Миниган Вы Отличная Ищейка Вас Надо Отправлять На Поиски Артефактов Простите Вот Ваше Оружие Вот Это Славно Уууу Какой Большой Давайте Посмотрим Миниган Бати И Правда Большой Профессор Военные Сюда Часто Наведываются А Вы Что С военными Не Дружите Ах Да Они Же Сталкеров Не Любят Хотя После Того Как Вы 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 Лоялен Прилетают Иногда Когда Зомби Сильно Доставать Начинают Я Чаще Сам На Подмогу Вызываю Кстати О Военных Не Хотите Позаработать А Что За Дело У Вас Около Года Назад Ко Мне Заглядывал Болотный Доктор Добрейший Мудрейший Человек Знаете Ли Подарил Мне На Память Обычную Походную Сумку Но Для Меня Это Очень Памятный Подарок Был Почему Был Случился Конфуз Сумку Меня Утащили Не знаю Уж Кому Она Приглянулась Только Сейчас Она Находится У Одного Армейского Капитана Отдавать Или Продавать Он Ее Отказывается А портить Отношения С военными Мне Нельзя Капитан Тот Частенько Дежурит В районе Чаэс Попытайтесь Раздобыть Эту Сумку Награду Я вам Скажу Как попасть С недавно Открытой Территории Прямо В Припять А Также Быстрый Путь Отсюда На ЧАС Один Уверен Эти переходы Вам Пригодятся Беретесь Да Чтобы Лаль Полегче Вам В дорогу Артефакт Неплохой А Примерное Нахождение Мобильного Пункта Военных На ЧАС Кину На Ваш ПДА Ну Дела Из-за Обычной Сумки Такие Трудности Столько Риска Да И дорога Для меня Пока Не разведана На станцию Но Арт Мне ваш Пригодится Да Инфа О переходах Тоже Берусь Так Дал нам Лунную Пустышку Пригодится Сталкеры Цель у военных Всегда одна А новая мишень Помните об этом Интересно Профессор Задра Потом Приветствия Сталкер Все потом Сейчас Дела Не Ждущие Отлагательства На граде Даже Нет Речи Потом Сочтемся А что Случилось Ты же В курсе После нападения Наемников На заводе Росток Выжили Двое Наших Ученых Они Застряли Где-то На подходе К янтарю Со стороны Дикой Территории Прошу Тебя Проводи Их До Бункера Профессор Я только С одним Намучился Еле Довел Он Оказался С военным Уклоном Все Пытался Найти И пострелять Во все Движущиеся Дело В том Что У одного Из них Есть Крайне Важный Для меня Предмет Это Телефон ПК Это Единственная Ниточка Что Может Связать Нас Военными К сожалению Все Средства Связи После Последнего Выброса Вышли Из строя Знаю Что Дело Не из Легких Но Принеси Мне Хоть Эту Штуку Ну Конечно Постарайся И моих Людей Довести Тут Совсем Недалеко Если Пойдешь Надо Будет Поторопиться Вокруг Полно Зомби И прочей Нечисти Да И самое Главное В бункер Без тебя Они Не попадут Так что Тебе Придется Им Дверь Открыть Уже Иду Профессор Все Будет Шоколаде Ну Что Давайте Тогда Встретим Этих Экологов С Рацией Где Они Кстати Находятся Где Они Даже Не Отмечены Ну Ладно Пойду Тогда На Дикую Территорию То бишь Настречу Ученым Как можно Заметь И долго Мне их Искать Не пришлось Пока Я разбирался Со своим Тайником Они Уже Подошли К лаборатории Так А вот Тут Рация У тебя Что Ли Ну Давайте Ее Купим И Все Как Задание Выполнено Так Ну Давайте Тогда С Поговорим Вот Возьмите Ценную Для Науки Вещь Отлично А что С моими Людьми Профессор Вы же Все Слышали Как Хлопнули Дверь У Бункера Догадаться Нетрудно Но Молодой Человек Примите От Науки Скромный Презент Еще Одна Лунная Пустышка Ух ты Заходите Еще Обязательно Зайду Так И И И Теперь Давайте Немножко Пред И И Круглов Ищет Потерянный Декодер По его Словам Декодер Может Находиться Недалеко От Главного Пульта Лабораториях 16 Вот он, главный пульт, а декодер находится в укромном местечке, вот здесь. Вот, в принципе, и всё, ничего сложного нету, и теперь давайте отнесём декодер к Руглову. Всё-таки классная погода на Янтаре, такая вот, прям сталкерская. Ладно, сейчас не об этом, надо приборчик Руглову отдать. Ну что ж, нашёл я твой декодер, точнее приборчик этот. Ну-ка, ну держи. Он самый, спасибо всем нашей науке, запиши рецептик. Есть ещё одно дело, интересно, выкладывай. Я понял, ты не из болтливых, понимаешь, в чём дело. Пару дней назад мы перехватили переговоры военных. Они сообщали, что нашли в одной из лабораторий скрытый сейф, в котором был ноутбук с информацией о гемоглобиновом инъекторе Гидра. Дальнейшие я не расслышал. В эфире появились помехи звуке выстрелов. Видимо, на них совершили нападение или бандиты, или наёмники. У кого сейчас ноутбук, я не знаю, но прошу тебя найти данные об этой Гидре. Хотелось бы выяснить подробности. Проверь блокпост на кордоне, базу бандитов на АТП и заставу наёмников на армейских складах. Мне известно, да денег ты не жадный, больше интересуешься необычностями. Так я тебе рецептик напишу, как колобок можно выварить. Ладно, постараюсь найти. Ну, с этим заданием чуток попозже разберёмся. А сейчас, наверное, пойду выполнять задание Акима, так как у меня имеется ПДА, который нужен Акиму. Дипломат для фаната. Заодно отнесу ему по пути. С проводником пообщаюсь. Насчёт бронников у меня имеется Скат-10, экзоскелет бандитов и сталкеров на Агропроме. А также ещё практически те же самые бронежилеты имеются в баре. Я их заберу и встретимся тогда уже с вами у Акима. Буду их отдавать и получу очень интересную информацию. Ну что ж, я на кордоне. Собрал я бронежилеты, экзоскелет сталкеров, бандитов, наученный костюм долга и Скат-10. Ну а также ещё документ, который нашли в лаборатории и ПДА, который нашли и в Тёмной долине. Ну что ж, теперь давайте отдадим это всё и получим интересную информацию. Эй, я тебе что, грузовик? Ты бы список ещё туфлей у Золушки добавил для разнообразия. Еле дотащил к тебе это барахло. Мог бы и сам магазин уже открыть, принимать тряпки и бумажки. Нашёл. Но я уж не ожидал. Неужели просветление в голове наступило? Раз так, то слушай, что я узнал. Этих инструкций мне вполне хватит, чтобы собрать модель нового экзоскелета. В зоне есть один пробный его экземпляр. Подробную инструкцию, что, где и как, я тебе даю. Смотри, не потеряй, сведения секретные. Да и сам не разберёшься, если потеряешь. Удачи. Хорошо, я почитаю инструкцию, может на самом деле пригодится. Так, теперь давайте свой костюмчик оденем. Привет, труженику торгового фронта. Да здравствуй, честный обман сталкеров. Ты чего, в детстве часто на демонстрации ходил? Заметно. Дело есть, мне нужны части мутантов. Всех, что есть, по одной. Кроме рук зомбаков, у меня они уже есть. А поскольку монстры тебя за своего держат, задание для тебя несложное. Сам ты брат плоти, маунгли перерос. Так что, коллекцию собираешь? Филателлист-одиночка. Да ты точно без уаров объелся, филателлисты марки собирают. Кстати, ты бы запросто подошёл марки на конверты наклеивать. Так что давай, иди и насобирай части всех видов мутантов. Не, если я и буду марки наклеивать, то только тебе на лоб. Кстати, а это идея. Слушай, тебе пора бы болотного доктора посетить. Пусть он тебе хорошую клизму поставит. Вместе с кишкой мозги прочистишь. Ты идёшь за частями мутантов или нет? Уже иду, а клизму я добуду для тебя и подарю. Нет, лучше попрошу знакомого излома. Пусть он тебе её и поставит. Вот так вот. Хамство на хамство отвечаем. И разошлись, как в море корабли. И ещё разошлись, как в море корабли. Вообще замечательно. Ну что ж. К проводнику искать инструменты для долговязывания на ТП кордона. И отдавать дипломат фанату АБУДА. Отдавать им это всё чуть-чуть попозже разговаривать тоже. А сейчас отправлюсь на Агропром. Там есть дело куда важнее. Агропромат фанату АБУДА.